привет друзья подписчики моего канала просто зрители нашел случайно все в холодильнике парочку судаков и хочу поделиться с вами одним очень вкусным рецептом приготовим судака на пару по китайски еще китайцы считаешь это они придумали рыбу готовить на пару это как бы раньше на имел такой сакраментальный характер это типа жертвоприношения рыба должна быть полностью приготовлена ну то есть не рыба мясо вообще него за животное целое целиком готовится будет очень вкусный рецепт полезный вкусный необычный так как судак сам по себе рыба безвкусная и очень сильно люблю кто смотрим на канал знают его можно вкусно приготовить и на пару это будет отличная штука думаю идеально подойдет мясо него плотное белое без костей а все остальное приготовить дальше у меня на канале так мы перво-наперво для того же его приготовить до пару его нужно правильно разделы поехать если покажу для приготовления судака на пару нам нужен судак соответственно и надо его разделать поехали сначала вскрываем пациента выпускаем внутренности голова нам нужно будет поэтому надо будет удалить жабры жабрами никто рыбу не готовит почти никто не готовит потому что жабры съедобные осетрова это очень вкусная штука телекатес ну судаков и прочих простых речных рыб жабры никто не из удаляя удаляя внутренности жабры за борт пешки вот это вот пленочку час здесь все по моим почистим жабры удалить тоже несложно топ подымаем здесь вот разрезали раз и вывести надо нож вот сюда убирается вот таким а к все это мы помоем дальше друзья отрезаем голову вот так подымаем перышко и не под углом как на филе раздела а прям чтобы его можно было поставить давайте даже два подымем друзья стоп 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 сначала надо снять чешую обязательно же будем его есть целиком чуть не забыл только просто снимаю второе видео сейчас будет копченый судак там раздел его на филе там чешую снимать необязательно поэтому маленько запарился час его почищу все друзья судака я почистил чешуи вырезал хребет этот пирог колючая все дальше отрезаем ему голову готова так вот положите и немного раздавить что маленько удивленным так голова готова теперь нам нужно разрезать его вот так по позвоночнику раз два три но не прорезаем до конца позвоночник вот еще судак подготовлен ну все идем домой с разделкой закончен все остальное будем делать уже с ним до никаких вопросов думаю никого не возникнет если еще раз дома помою там все готово все готово идем готовить судака на пару по китайских ну что друзья судак разделан почищен надрезан мы убираем его сторонку сейчас мы сделаем к нему сначала интересный вариант для маринада нам понадобится ума такое чудачка две ложки темного соуса густой какой для цвета чтобы было покрасивее все это выглядела ложку домашнего самодельного терияки он ароматный очень вкусный ссылку на свой канал оставлю под видео в закрепленном комментарии там все надеюсь как готовится все эти соусы без проблем все рецепты есть и очень просто смотрите какой соус и цвет такой он нам даст вкус темный соус а терияки да соответственно аромата все дела и 3 3 час по трем сюда еще немного цедры лимона лимонным соком заливать ничего не нужно просто цедры чтобы маленько рыбный запах отбить но это еще не все получилось ложка центре размешиваем ее соусом и теперь натрем этим соусом рыбку ребят я с руками просто чтобы все сделала быстренько настираем все это ароматный пусто это будет не только вкусно но еще и полез все ингредиенты такие нормальные все оставляем рыбу под мариноваться минут на 20-30 а пока сейчас сами за пассируем овощи с которыми будем готовить нашу рыбу китайцы очень любят чеснок и бить это неотъемлемая часть их и кухни поэтому часы займемся чесноком имбирем мостным перцем сделано это не только красиво но еще и вкусно все рынка вот видите все прорези сделали туда прям руками разотрем все хорошо чтоб везде соус попал все оставляем напитываться минут на два в маринаде сейчас займемся овощи так друзей пока судачок маринуется подготовим ингредиенты нам понадобится чеснок полголовки ну сколько тут 6 7 зубчиков кусочек красного лука половинку небольшой одна красная перчина чили одна условно острая такое-то средней жгучести не любите острая возьмите просто сладкий перец болгарский красный кусочек имбиря но и нему поехали сейчас на все быстренько порубить чеснок маленькую великими кубиками порубаем сейчас и закинем в тарелку пошел в миску мелкий перец чили боитесь что будет острое в горите семочки с одного тут остроты не будет красный лук тоже мелким кубиком режьте примерно все одного размера чтобы перец имбирь все режем таким мелким кубиком лук пошел имбирь сначала режем по вдоль воздуха ароматная штука очень хорошо заходит к рыбе и отбивает рыба рыбный запах иметь часто спрашивать чем отбить рыбный запах цедра лимона имбирь лучшее средство убрать запах рыбы из рыбных блюд так скажем имбирь сейчас молодой ароматный хороший пошел все в одну миску закинул сейчас также маленько порублю красную перчину и будем все это дело маленько пассеровать перец сначала режем длинной соломкой потом разворачиваем его и опять на маленький кубик что примерно все одного рода сочный сейчас самый сезон используйте своей кухне больше овощей это очень полезно зимой они тоже будут овощи но они уже будут не такие полезные такие сочные и ароматные сейчас самое время все друзья перец по рубля пошел сюда так и буквально немножко эту байковатую часть лимона но на ароматном если тоже мельника паре и добавим дополнительно тоже меленькими кубик подготовка закончена сейчас включаем сковородку нагреваем пару ложек растительного масла и все это будем пассеровать друзья хорошо разогретую сковороду наливаем оливковое масло можно растительные не суть важно ложки две-три сейчас она разогреется все на массу разогрелось теперь все будет очень быстро высыпаем наши подготовленные овощи размешиваем нам не надо их обжаривать просто прогреть чтобы все вкусы и ароматы раскрылись масла эфирные чеснока перцев лимончик это все дело соединилась и пошла для красоты можно было добавить на зеленого луку или зеленого перца в принципе все что угодно может ваша фантазия так сейчас это дело нужно немного посолить щепотку соли такую хорошую потому что рыба хоть и в соусах соленых но соль не маловато наша заправка компенсирует не хватит соли следить за всем за фигурой можно не царить кончик и овощи можно не пассеровать а там свежими засыпать но когда они пассеровано это гораздо вкуснее очень классно запахло все хорошо теперь нам нужно в данном рецепте редким инвидентом это красный молотый перец кочегару но я уже много раз оставлял ссылки видео закажите такую пачку программа хватает очень надолго он очень ароматный этот перец очень красивый цвет нашему марсу сыпьем флот и выключаем делаем чили матушку сейчас у нас был красивый насыщенный красный светом а ну и запах соответственно очень хорошо пахнет перец китайской кухне он везде используется поэтому найдет килограммовых пачках вот видите масло нашего красный это из-за этого перца кочегару корейского кимчи без него не получится никогда в жизни чтобы вы там не делали основная составляющая кимчи любого неважно с капустой с редьки там или зеленого лука перец масса видеть какой стала красивая сейчас это маленького стыдно на пару минут массажерс напитается покраснеет но мы вернемся пока к нашей рыбе и будет подготовим ее к приготовлению дальнейшее друзья продолжим берем глубокую тарелку у меня очень работает друзья кончара кончара губани кому хотите гриненую посуду классную заказывать так берем рыбу сейчас соус лишний уберем она тут больше не нужно вкладываем его тарелку рыба должна быть как вы помните в китайских традициях на пару года готовится не только рыба вообще все что угодно же быть целым так полнички выставляем сюда хвостик сюда ну как-то вот так вот так выложили нашего судака зубастого так-то соберу так друзья китайских традициях когда готовят рыбу у них есть такой поверье что у нее должен быть открытый рот чтобы у нас судака ворот открыт давайте мы ставим лимон потом его уберем когда все приготовить клык где-то один потерял обломаны чисто для красоты кистов китайских берем наши пассерованные овощи и закладываем их нашу рыбу так ну все друзья рыба подготовлены ставим ее в пароварку пальцем чуть не эстетично но зато эффективно так перышки достать все друзья ставим пароварку на 20 минут на средней средней температуру через 20 минут вытащим все и посмотрим что получилось пока можете поставить лайк кому понравилось уже уже как ужин ну что друзья все судак приготовился ты сейчас попробую его достать тут ничего не разломка там с него натекло соку вкусного ароматного полная тарелка ведь пахнет это все просто офигенно я попробую достать и покажу что получилось ну и попробуем а ну лимон можно уже брать не нарушая китайских традиций рот у рыбы открыт такая красотища ну что друзья все вытащил я там немножко немножко ему остыть и доставилась тарелки из этого соуса которому готовился вот такая штука у меня получилось выглядит ну неплохо так скажем как мне кажется на пахнет вообще чудно жалко что камера не передает запах внешний вид еды тоже китайской традиционной кухне имеет большое значение я конечно не профессиональный китайский повар постарался более-менее чтобы у вас симпатичненько примерно так у меня получилось наверняка у вас получится в тысячу раз лучше я даже это не занимает друзья дальше смотрите вот этот соус который у нас остался в тарелке наберем ложкой и просто поливаем им рыбу вот так очень аромат так можно помакать в него рыбу давайте посмотрим что получилось если бы там самое интересное войдет кусочек крайне отвернем а так от позвоночника смотрите на это нежная белая мякоть давайте макнем ее соус вот это вот чили масла которых вытекла перца здесь много чеснок перец я попробую уж извиняйте чуть-чуть островато чувствуется имбирь лимон перчик чуть-чуть где-то далеко это не остро где-то найти на на дальних райах ролях перец присутствует ну это очень вкусно кто не верит приготовьте попробуйте и потом думаю что вам понравится все друзья вот такая вкуснятина у меня получилось как видите все просто доступно ничего сложного нету все смогут повторить это вкусно полезно и легко приготовить вкусно быстро просто она друзья на этом видео заканчиваю надо на кушать я не я думаю 600 это остынет напитается всем таким соком и будет еще вкуснее у нас время обед кто жать не будет все друзья на этом заканчиваю это видео всем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому не интересно бесполезно ставьте пальцы вниз самое главное подписывайтесь на канал будет еще много интересных рецептов киты с белой рыбой все друзья на этом заканчиваю это конкретно видео всем спасибо и всем пока